Мы жили, как в той сказке, у самого синего моря. То есть от моего дома до моря хвилин 5, ну 10 неторопливо. У нас был свой бизнес с дружиной, мы занимались букинистической литературой. Когда зашли в Москву, сразу мы подумали, что треба отсюда ввалить. Але я дуже люблю свое место. И уезжать, мягко говоря, дуже не хотелось. Есть такий Евген Новицкий. Дуже ведома людина в месте. Они с дружиной переехали в Ревну. На тот момент, коли сын их воевал. И все время нас звали. Дружина сказала так. Вот когда сойдется два из трех, тогда поедем. Это друзья, жилье, работа. Друзья есть. А дальше еще. Снова тот же самый Новицкий. Звонит и говорит, что люди готовы уезжают на риг за кордон. И готовы вам дать жилье. У нас два тюжня. Мы продали, что можно было продать. Все, что нельзя было продать, законсервировали. Ну и поехали. Заняли все купе. Я, дружина и малыш и донька. Приезжаем в Ревну. Встречают нас наши друзья. Уже со своими новыми друзьями здесь. С которыми мы уже дружим. Вот. И говорят, ребят, мы хотим вас оговориться. Не хотим, но нам придется вас огорчить. Люди, которые вам пообещали жилье, узнали, что вы переселенцы. И отказали. Дружина разревелась прямо на пироде. Ну, друзья, сказали, так, не паникуем. Едем к нам, а там разберемся. Ну, пожили мы у них там несколько дней. Потом они же нам подогнали риэлтора. И пришли мы уже с этим риэлтором. И хозяйка узнала, что мы переселенцы. И тоже налекалась трохи. Но он ее уговорил. Вот так вот мы живем до сих пор в той же квартире. Пів року я шукал работу. У мене є світа. Я продавец продовольственных товаров. Я как бы учился на этом. И я думал, что проблем не буде. Тогда, куда я не приходил, видят, что людины уже 50 років, и все выдмовлялись. И как-то тот же самый Новицкий предложил мне сходить с ним каву попросить. Вот. На вела каву. Вот там вела кава стояла. И мы пришли. Вот нам налили каву. Я Новицкому шепчу. А он говорит, что це його знайомо уже. Я говорю, я хочу здесь проживати. А, тогда я еще не знал слово проживати. Я хочу здесь работать. Мы сюда вообще приехали 5, максимум 10 років. Разумеете, да? С учетом того, что там через 5 років освободят Крым. Потом вот за этот. И этими как бы мыслями я жил долгое время. Пока не обломался. Был слишком сильный на дном у меня внутри. Было болячее. И зараз я не хочу даже надеяться. Не то, чтобы я не хочу надеяться. Я боюсь надеяться, разумеете? Чтоб снова не разочароваться. Поэтому я про это сейчас молчу. С надеєю. Дуже сумую за своим местом, да? Потому что пусть не ображаются на меня ревняния, але сердце мое залишилось там. Але здесь комфортно, здесь действительно меня багато, кто знает. У меня багато приятелей. Ревна – это как бы мое второе место, скажем так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова